Тарасов Буайкин 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 а мы остановились на том, что всего лишь две ничьи против Сулхана и против Коршинца, причем Вилли против одного из лидеров, да, не только этого сезона, а вообще последних сезонов в Суперлиге. Это, наверное, нормально. И в трех матчах Козелкум проиграл. Очень плохо получается у Козелкума играть в гостях. Ну, вот совсем плохо получается. И потом они уходят в другие направления. Так, вот сейчас уходит Ралли Джураев. Он в штрафной площади. Мяч в любом случае от пользы АГМК. Буаки продолжает пихаться, толкаться. Садим из двух центрбэков Козелкума. До этого Тарасов был. Теперь, наверное, Толмасов. В бок влетели Олегу. Досталось. Еще раз можно посмотреть. Тут, кстати, Толмасов-то имел более выгодную. Вупридумать. Отправляет мяч в штрафную. Точно в руки Иргашеву, Батарали. А кто впереди? А никого там нет. Все тут. Контратвет Козелкума очередной. По правому флангу развивается контратака гостей. Пора уже расставаться с мячом. Но так вот Нурматов двигается, бьет поворотом составлен в сегодняшнем матче, как вингер левого фланга. Может продолжить встречу тогда. Только может натянуть на себя футболку вратарскую шароли. Так. Гадуев бьет, зарабатывает у главы. Девятого тура. Который получился, в принципе-то, ну, таким. Так, так, так. Но было неплохое. Достаточно быстро все разыграли на военце. И тут тоже Рахманов успел в самый последний момент. Вытянув свою ногу, заблокировав этот удар ближний. А так, да. Все готово. Мяч во вратарской. В центре. И счет мог стать 1-1. У Тарасова была... Их там, 5 метров, друзья. Смотрите, выиграл борьбу. Пробил поворотом. И очень интересное место. Нет, да, необходимо играть достаточно осторожно, чтобы не пропустить второй гол. С учетом потенциала Алмалыка. Это может случиться. Но и теперь уже надо будет почаще идти вперед. Итак, тайм у нас, как 20 секунд назад уже начался. ГМК. Гиаса в центре атаки. Мартин Буаке. 4-3-3. Ну и даже иногда в Чудин. И по-прежнему остается таковой. Мяч получил, обработал. Забег от Камилова. Гиаса вбьет поворотом. Чуточку, если бы он взял, просчитали. Да, очень резво начинает тайм второй. АГМК. И уже штрафной площади. Как Назари заработал пенальти. И сейчас, друзья, он зарабатывает для себя осисть. 2-0 на 51-й минуте. 5,5 минут тайма второго. Без остановки. Шел вперед АГМК. Ну, так скажем, придавил соперника. И, на мой взгляд, все-таки, наверное, заслуженно забил свой гол. Гадуев принимает поздравления. Ах, как Назари, друзья. Ну, что про него можно сказать? Смотрите. Пенальти он заработал. Результативную передачу он тут придумал. Как говорится, в таком моменте я бы гол забил. В принципе, с претензиями на МВП этого матча. С претензиями. Сандарт Турсонов тоже хорошую игру проводит. Мартин Буаки. Его игру оценит только тренер. Потому что, ну, Буаки, на мой взгляд, невероятно полезен в сегодняшней встрече. Он постоянно давит. Да, когда команда выступает по результатам плохо, конечно, под любым тренером будет шататься креслом. Гиасов. Турсунов в штрафную отправил мяч. Вахобов затылком сыграл надежно. Показатель для любого форварда. Гиасов. Пора отдавать направо. Играет на Турсунова. Класс. Не точно. Отсюда мы сможем узнать? Нет. Ну, отсюда тут. Такого вообще не было в их истории. Что будет сейчас? Будет, друзья. Будет. Как Назари. Нет. Скажу впечатляющую серию из шести, да, получается уже побед. При этом нужно отметить, что в каждом матче у них забивает Драгончера. И уже с восьми голами он возглавляет турнирку бомбардиров, таблицу бомбардиров. А Пахтакор возглавляет турнирную таблицу. А тут фолм. А тут фолм. Фолм. Его отодвинул. И капитан Скопаевский, кстати, со мной его передал. Ну, здесь неправ, конечно, на все сто процентов. Все так оно есть. Досмотрим за этой атакой. В итоге АГМК бежит забивать свой третий гол в штрафной площади Мира Ахмадов и Геясов. Нет, друзья. Опа, а это красная. Ну, это потянулся Нарсофаров. Ну, давайте посмотрим отсюда. Мира Ахмадов зашел в штрафную. Увидел Геясова. Сделал ему пас. Несколько по-пижонски сыграл Геясов. Ну, это, друзья, красная, на мой взгляд. Сегодня еще одна. Да, совсем все плохо с дисциплины. Итак, Геясов забивает гол. Что-то похожее мы сегодня уже видели в первом тайме. Проблизительно так же идеально пробил. Во-вторых, у Козелкома 10 человек на поле. И в-третьих, до конца матча остается 9 минут. Вероятность того, что в нашем матче произойдет, не знаю, что-то, как в чемпионате Франции. В последнем туре с участием. АГМК, кстати, третий клуб Узбекистана. Удар. Мяч летит выше. Поиграть. Правда, за вторую команду. Рубе. Навес во Вратарскую. Иргашев кулаками мяч выносит. Если так прозвучал. Навес. И счет становится 4-0. Ну, в принципе, да, друзья, к этому все шло. Рубен Санчес, который вышел со скамейки запасных, ставит восклицательный знак. Они остаются достаточно близкими. Что касается самого крупного поражения Козелкому, то в их противостояниях были, конечно, грустнее события. Они как-то проиграли 0-6 АГМК. Но что касается 0-4, то вот 4 года назад в Кубке Лиги с таким счетом они уступили АГМК. Все, дорогие друзья, шестое место у Алмалыка после итогов девятого тура. Козелком на тринадцатой строчке остается... Продолжение следует...